Скорее под фундамент, потому что фундамент это система, медийка, все кто чем как занимается, а нам нужно так, чтобы подкопать под все это и фундамент к нам потом переместиться, потому что единственный, кто медийный реально как-то занимались импровом и это не пошло, первый это Квартет И на первом канале с Цикало, Цикало привез этот формат, Хузлайн из Аниуэя, фактически импровизация на ТНТ оттуда же, потом импровизация на ТНТ, но те смыслы, в чем разница, что ребята транслируют, они опять-таки транслируют молодых, ярких, харизматичных, которые классно шутят Ну и хихиха-ха, да, иллюзии идут с ощущением, что импровизация это про шутки, про то, что надо уже изначально уметь шутить, чтобы играть в импров Тогда следующий вопрос, про что импров? Импров? Про что? О, это хороший вариант Вообще, импров и импровизация это разные вещи, так как мы тут писали недавно, что импровизация это в целом история, где ты сочиняешь в моменте сочинения сочиняешь в моменте исполнения, а импров это вообще театральный жанр изначально, где все, что делают люди на сцене, они вот сочиняют здесь, в моменте сейчас, без реквизита, без подготовки, играют в спектакль Чаще комедийный, потому что импров, есть еще плейбэк, да, плейбэкеры всем привет, это тоже импровизация, но там тоже весело, но инструменты немного другие Да, там немножко про глубину, немножко где-то про серьезность У нас тоже есть там глубина, но там больше ее, реально, плейбэк это даже пустить слезу во время выступления, да, а импров это вот как раз ближе к комедии Мы сейчас в методологии ставим на первое место больше фан, чтобы у нас ребята приходили все-таки из серьезного мира к нам пофаниться, потому что если там серьезно, здесь серьезно, блин, можно немножко рухнуть от серьезности под давлением Да, бывали разные опыты, но с точки зрения того, что сейчас импров для обывателя, как я уже говорил, но я еще раз повторюсь, это тот досуг, причем досуг, здесь слово погуглите, и философы по-другому к этому относились, да, досуг, это я могу вот так посидеть, по душам поговорить, это досуг А просто, когда я хожу, там, пинаю бутылки, не совсем, это скорее пинаю бутылки А если ты в дартс играешь, то досуг или не досуг? Скорее тоже, смотря с чем, мне кажется, досуг с включением, это, ну, давай так, заниматься чем-то с включением полным в себя, вот с пониманием, со смыслом, это досуг То есть, ходить в баню, это тоже досуг, но в баню, нигде я пивко фигачу, да, и красным так вот лежу, у меня инсульт, но я такой, баня, баня, это хорошо Это про здоровье Да, да, еще пивка я сейчас накинул Ну, то есть, я таких ребят вижу, я два года как подсел на эту историю, я вижу, что, ну, типа, какая тебе баня? Справься сначала с алкоголизмом, это не это место Ну, ладно, это просто опыт будет прибухнуть, на самом деле, а не вопрос к бане Да, то есть, давайте так, все, где вам хочется прибухнуть, это не досуг Это не досуг, это просто желание прибухнуть Определение, да, а досуг как раз импроб, где можно провести время вот так в прекрасной компании То есть, развиваясь, веселясь, играя, еще становясь лучше, эффективнее, веселее, коммуникабельнее, креативнее, сексуальнее У нас, кстати, мы сегодня определили, что у нас несколько парочек сформировались, реально, в сообществе Ну, знаю, вторую, да, да, парочка, парочек, точно Три, по-моему, даже Приходите к нам в аббревизацию, искать свою любовь Правда, у нас половина женатые и замужние, но иногда бывают холостые и замужние И две парочки уже беременные, а одна родила, между прочим, да? Кто? Ну, опарины А, да Ну, опарины, поздравляем Думаю, сообщество растет, видите, внутренними силами Внутренними силами, да, у нас работаем сильно Репродукция в сообществе есть Соответственно, импров определили? Зачем это, вообще, человек? Зачем? Я могу только со своей, наверное, со своего опыта, со своей позиции И зачем мне это нужно? Мне даже целый пост написан, запрещенный в России соцсети Потому что для меня в какой-то момент импровизация Давай так, когда я первый раз увидела импров на сцене Не вот этот вот ваш импров в 2016 году, где мы просто, ну, пришли похищать Ну, мне до сих пор, я получаю камни в огород Нет, не камни в огород, просто там была другая импровизация Там было конкретно ради пошутить, какие-то короткие форматы, прям очень короткие Ради панчи, ради шуток Тут я увидела тогда импров и просек шоу Я посмотрела, что ребята делают на сцене Это как раз еще было после импров-кэмпа Когда я в целом вообще заряженная Просто, что это, мы какой-то новый мир сейчас открыли Мы приезжаем в Москву, через несколько дней идем на этот концерт Я смотрю на сцену и понимаю, что там происходит какая-то невероятная магия И желание уметь делать такую же магию Иметь вот эту волшебную палочку И знать вот эти заклинания, которые из воздуха, ну, вот строят целый мир Делают смешно И я такая, мне это надо, я хочу И занимаясь, наверное, импровом Вот прошло два года занятий активных импровизаций Тесное варенье в нашем сообществе В какой-то момент я стала понимать, а какая я вообще Я начала раскрываться И причем это даже была, ну, как бы не моя заслуга, что я раскрываюсь А люди очень многие подсвечивали определенные какие-то вещи Давали, вообще, мощнейшую поддержку И в какой-то момент я в это поверила Что да, я вот такая, я вот такая, я умею вот так Мне все об этом говорят, значит, это действительно так Я перестала сопротивляться И решила поверить в это все И теперь, выходя во внешний мир, я иду вот с этим ощущением Что у меня есть волшебная палочка Что я могу сделать магию в любой момент Что, чтобы, чтобы не произошло Я знаю, как ответить, я знаю, как поступить Я знаю, где можно пошутить, как можно пошутить Где промолчать, где какую-то глубину с человеком какую-то найти И для меня импров, это, ну, это магия, раз Во-вторых, это возможность выходить из матрицы Потому что я с собой могу менять людей и пространство вокруг Я даже могу привести один пример